Альберт Павлович Лисичкин Вновь избранные депутаты получили из рук председателя избиркома удостоверение. Согласно уставу, право открыть сессию было предоставлено старейшему из присутствующих депутатов – Владимиру Николаевичу Блохину. Затем был избран секретарь и счётная комиссия из трёх человек под председательством Игоря Михайловича Басевского. В ходе сессии депутаты утвердили формы бюллетеней для тайного голосования и приступили к избранию главы муниципального образования и двух замов. На должность главы муниципального образования города Десногорск, он же председатель Десногорского городского совета, были выдвинуты две кандидатуры – Владимир Николаевич Блохин и Михаил Валентинович Дурманов. Тайным голосованием главой муниципального образования города Десногорск большинством голосов, запроголосовало 15 депутатов, был избран Владимир Николаевич Блохин. Я, Блохин Владимир Николаевич, вступаю в должность главы муниципального образования города Десногорск, Смоленской области, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы и способности на благо жителей муниципального образования города Десногорск, Смоленской области. Единогласно были избраны заместители главы муниципального образования города Десногорск, председателя городского совета Сергей Александрович Гайдайчук на постоянной основе и Николай Дмитриевич Фомин на непостоянной основе. Своё поздравление на путствие в стихах прислал депутат Смоленской областной думы Михаил Васильевич Лосенко, а присутствующий на установочной сессии депутат Смоленской областной думы Андрей Ювенальевич Петров и глава администрации муниципального образования города Десногорск Вячеслав Владимирович Седунков поздравили вновь избранных депутатов лично. С сегодняшнего дня мы начнём вместе с вами работать на благо нашего города Десногорска. Хочу искренне вас поздравить и от Законодательного собрания Смоленской области, понимая, что работы у нас вместе и в регионе, и в городе Десногорске очень много, но обнадёживает то, что депутаты, которые сегодня избраны, они профессионалы, они позитивно настроены для развития города Десногорска, позитивные мои настроены к добродущему предприятию, поэтому уверены, что никаких сложностей в части принятия решений у нас не будет, а самое главное, вовремя принятое решение всегда даёт толчок вперёд. АПЛОДИСМЕНТЫ Учёте на то, что существующий СССР городской совет в значительной мере состоит из опытных депутатов прошлого созыва, я думаю, что к активной работе на благо нашего города вы приступите незамедлительно, без раскачки. То, что работать вы умеете, я знаю, поскольку знаю всех вас практически как профессионалов. То, что город вы наш любите, я вижу в ваших глазах, а то, что вы можете приходить по принципиальным вопросам к единому решению, сегодня мы увидели все вместе по результатам голосования на сегодняшней первой установочной сессии. Я бы хотел поздравить вас с назначением вступления в должность депутатов Лесногорского городского совета Владимира Николаевича, поздравить вступление в высшую должность главы нашего муниципального образования и пожелать вам работать, разумеется, на благо наших жителей, на благо нашего города. Я надеюсь, что эти понятия не туда будут противопоставлены, а всегда будут идти в руководство. Мы также желаем депутатам четвертого созыва доброго пути, активной и плодотворной работы на благо десногорцев. В колонии поселения номер 5 Уфсин по Смоленской области, которая расположена неподалеку от Десногорска, 2 октября состоялось знаменательное событие. Епископ Смоленский Вяземский Исидор совершил чин основания храма в честь иконы Божьей Матери «Нечаянная радость». На торжественной церемонии освящения присутствовали глава администрации Десногорска Вячеслав Ситунков, начальник Уфсин России по Смоленской области полковник Чувашов, начальник колонии поселения номер 5 полковник Филимоненков, офицерский состав и служащие учреждения, а также начальники исправительных учреждений Смоленской области и осужденные колонии. В основании храма были заложены памятный камень и капсула с грамотой, заверенные подписями правящего архиерея и начальника Уфсин по Смоленской области. Я от всей души хочу поздравить сегодня всех нас с этим важным событием в нашем управлении. Хочется огромное спасибо сказать инициаторам данного мероприятия, прежде всего отцу Виталию, всему коллективу 5-го учреждения, в лице и в том числе руководителей данного учреждения, Филимоненкова Александр Николаевич. Пользуясь случаем, глубоко уважаемая владыка, хочу высказать слова признательности лично вам и всему вашему священству в оказании помощи, воспитания, духовно-нравственного воспитания нас и наших подопечных. Всем огромное спасибо, я глубоко убежден и надеюсь, что храм этот будет в обязательном порядке возведен. По окончании богослужения к присутствующим обратился епископ Исидор. В своем слове архипастырь отметил. Дорогие отцы, товарищи офицеры, братья и сестры, мы сегодня стали свидетелями освящения места и закладки камня в основании будущего храма на территории этого исправительного учреждения. Когда мы размышляли о том, в честь какого святого или какого события заложить храм, то, имея в виду особенность того места, в котором мы находимся, было принято решение назвать этот храм в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость». История, связанная с этой иконой, свидетельствует нам о том, что Божья Матерь помогает всем приходящим к Ней за помощью. И особенно это чудо помощи Божьей Матери совершается перед Ее чудотворной иконой «Нечаянная радость». Часто люди в разных жизненных обстоятельствах обращаются к Богу и к Божьей Матери и к святым для того, чтобы они своей Божьей помощью и силой исправили ту ситуацию или то положение, в которое эти люди, попавшие в беду, оказались. Так часто бывает, что не только по каким-то злым обстоятельствам, связанным с поведением иных людей, но и нашим личным поведением мы оказываемся в какой-то беде. Так вот, Божья Матерь, которая является Матерью не только для Бога, но и для всех нас, живущих на этой земле, всегда прощает всякое согрешение, совершенное против Ее Божественного Сына и против Нее. Но это происходит только тогда, когда мы искренне и сердечно каемся в грехах. А покаяние предполагает не только формальное свидетельство о нашем злодеянии, но в покаянии, по мысли отцов с самых древних времен, покаянием является исправление человека в его жизни. Это попытка человека приложить собственные усилия к исправлению. А Господь на это доброе намерение накладывает Свою Божью благодать. Поэтому обращение к Божьей Матери, особенно через Ее чудотворную икону «Нечаянная радость» всем нам будет полезно, всегда, каждому из нас. Потому что каждый из нас, если не совершает преступление, а преступление – это нарушение закона человеческого, то совершенно точно каждый из нас, в том числе я, все мы, совершаем грехи против Бога. А это уже нарушение заповедей Божьих. Поэтому каждому из нас необходимо прибегать к Божьей помощи и заступничеству Царицы Небесной. Отрадно, что здесь, в этом учреждении, нашими общими усилиями, всех присутствующих здесь, будет сооружен этот храм в честь Божьей Матери и Ее иконы «Нечаянная радость». И каждый из нас будет способен прибегнуть к этой иконе, чтобы и сердечно, и коленопреклоненно попросить у Бога и Его Пречистой Матери прощения и в грехах, и в преступлениях наших. А Божья Матерь, видя наше раскаяние и покаяние, все сделает для того, чтобы смягчить тяжесть и упросить Сына Божия для изменения обстоятельств нашей жизни. Архипастер выразил благодарность руководству УФСИН по Смоленской области, руководству колонии-поселения, всему офицерскому составу и служащим за благое намерение учредить и создать храм для верующих. Как отметил Владыка, общая статистика по исправительным учреждениям по всей России свидетельствует, что там, где есть храм Божий, там снижается общая негативная картина, которая присутствует, где нет храмов. Будем надеяться, что милость Божия со строительством этого храма посетит и всех, находящихся здесь, добровольно и невольно. для того, чтобы умудрить тех, кому поручено руководство, и вразумить, и дать силы для несения своего креста тем, кто здесь оказался волей у судеб. Божия помощь и благословение всем, находящимся здесь. После свершения обряда освящения епископ и почетных гостей колонии в сопровождении руководства прошлись по территории исправительного учреждения, осмотрели условия проживания поселенцев. Затем в актовом зале клуба Владыка прочел проповедь для всех присутствующих о значении церкви для человека. Считаю своим долгом напомнить всем нам, дорогие мои, что о понятии церкви. Церковь – это не некий социальный институт или какое-то государственное учреждение, или какое-то закрытое сообщество. Церковь – это, если прямо назвать по учению святого Русского Павла, есть тело Христово, тело, главой которой является сам Бог. Никакая иная религия, кроме христианства, не предлагает человеку такого теснейшего единения в Божьем и человечестве. Христос сам в себе соединил это Божье и человечество самым теснейшим образом, настолько, насколько это возможно было Богу. Это человеческое и Божье в Христе соединено настолько тесно, что оно неразлучно и неразделено. На память о знаменательном событии архипастер преподнес в дар начальникам исправительных учреждений области иконы Божьей Матери «Нечаянная радость». Иконки с образом Пресвятой Богородицы, отправящего архиерея, также получили все осужденные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова